Уровень воды в реках региона растет день ото дня. В настоящее время ведутся работы по укреплению дамб. Глава региона проверил готовность объекта, расположенного по улице Ущева. Подсыпали, все сделали. Делали дамбу, посмотрели? Смотрите, проверяйте. Если что, садитесь на трактор. Если я не могу проехать, вы сами проезжайте. Почему? Потому что вот как по Таиншинскому району как было. В одном месте вал хороший, а в одном месте песок был. Размыло. Поэтому еще раз говорю, у вас вот я отъеду, садитесь на этот. Если надо, сейчас давай проедем, если вы считаете нужно. Точно, вот я верю на свой. На тракторе вот ездили, вот следы. Смотрел все, да? Ну хорошо. Далее Гауес Турсанович осмотрел дамбу в поселке Кожевины. На строительство объекта из республиканского бюджета выделено 3 миллиарда 400 миллионов тенге. В настоящее время строение полностью готово к паводку. Делая дамба в каком состоянии? Это заводская? Да, заводская, хорошее состояние, строители делали. Прораны где-то есть? Нет, нет. Может быть, подмылок где-то что-то может быть? Подмылок точно нет. Нету, да? Следующая дамба в поселке Заречный. Для ее укрепления военнослужащие подготовили мишкатару. Всего в укреплении объекта задействованы 60 человек и 10 единиц техники. Какая дамба ширина? 3 метра. 3 метра, да? Высота от 3 до 5,5 метра. Нормально в состоянии? Да, нормально. Вот это вот место именно утончилось снаружи. Сейчас мы внутри будем его укреплять. Сейчас давай, когда я рисовать. Он просто из земляного вала сделан. В поселке Заречный 224 домов. В нем проживает порядка 900 человек. В случае ухудшения ситуации люди разместятся в эвакуационном пункте. Он развернут в средней школе номер 13. На 40 мест мы распределяем. Если больше количество будет. Если больше будет, у нас с мерком есть договоренность. В колледже 40 мест резервных есть. Ну и под гора. Думаем, что войдемся в этом году тоже так же. В селе Тепличное Козлажарского района 300 домов. Дамба, защищающая от наводнений в населенном пункте, усилена и укреплена специальной бригадой. Ее высота достигает 6 метров. Там городская часть. Мы сейчас выводим на отметку уровень городской. Потому что, ну, есть угроза. Вода заходит как там, в лоб бьет самой дамбы. И так же здесь, потому что сзади них идет Старица. А оттуда приходит? А вот эта, она оттуда приходит? Оттуда. А зачем ты это делаешь? С этой стороны приходит вода. С этой стороны. И там прямо она тоже вся идет. Потому что там Старица ставится. То есть вот это все затопило? Да, да, да. В 2017 году это все было. А вот это дачи? Это дальше. А вот мы заезжаем в дачи. Да. Поэтому ты не за дачами делаешь, ты делаешь перед тепличным. Кроме того, Аким области осмотрел дамбов в селе Прибрежное. Здесь порядка ста курсантов Национальной гвардии подготовили мешки с песком для укрепления объекта. Уровень воды определяют по гидропосту. Старый заложен был. Ну, правильно, потому что очень тонко. Правильно, что решили? Ну, просто баннерами укрепить надо. А ну, и уплотит его. А так она размоет, и опять одна волна, и она все упадет. Отметим, что в селе Прибрежное порядка 500 домов, проживая 1800 человек.